друзья от души рада приветствовать вас всех на моем кулинарном канале сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного ароматного супчика с фрикадельками кто любит такие супчики оставляйте ваши лайки под видео роликом для начала приготовим фарш для фрикаделек у меня здесь мясо наполовину свинина половина говядина для начала фарш посолим и поперчим по вкусу всего фарша у меня 600 грамм мясо я перемалывала используя мелкую сеточку в мясорубке для приготовления фрикаделек в фарш больше ничего не нужно добавлять главный секрет для того чтобы фрикадельки хорошо держали форму и не разваливались это то что нужно фарш хорошо вымесить мясо должно хорошо пустить свои волокна и так фрикадельки будут хорошо держать форму ваш можно брать любой как куриный так отдельно говяжий или свиной вот такой вот фарш должен получиться для фрикаделек пока отставляем в сторону и будем нарезать овощи у меня 4 штучки крупного картофеля картофель я нарезаю мелкими кубиками вы можете нарезать так как вам нравится после того как нарезали картофель в кастрюльку наливаем воду и ставим на плиту отправляем картофель вариться пока водичка закипит будем формировать фрикадельки того чтобы фрикадельки получались ровненькие руки смачивайте водой теперь ставим на плиту сковороду наливание немного растительного масла и будем обжаривать овощи лук я порезала мелкими кубиками а морковочку натерла на крупную терочку обжариваем зажарочку до золотистого цвета водичка с картофелем начинает закипать и при появлении пенки нужно ее убирать вода уже хорошо закипела и сюда же сразу отправляем наши фрикадельки у нас все в семье обожают такие легкие супчики это классический рецепт приготовления этого супчика но иногда я добавляю еще горсть мелкой вермишельки так получается тоже очень вкусно как отправили все фрикадельки посолим супчик по вкусу дадим супчику покипеть 10 минут а затем отправляем еще несколько штучек лаврового листа когда зажарка полностью готова добавляю в нее немного бульона после закипания проварили картофель и фрикадельки 10 минут и затем отправляем зажарку после того как добавили зажарку в суп варим еще 15 минут в общей сложности супчик варится очень быстро примерно 25-30 минут аромат друзья просто непередаваемый за 10 минут до готовности можно добавить зелень по вкусу свежую или сушеную в этот раз я добавила немного сушеного укропа супчик наш уже готов но лучше будет если он хорошо настоится выключаем плиту и накрываем крышечкой вот такой вот супчик друзья у меня сегодня получился если вам понравился этот рецепт поддержите этот видеоролик вашим лайком и комментарием от души благодарю вас всех за поддержку для меня она очень важно всем приятного просмотра и приятного аппетита а я на этом буду заканчивать свой видеоролик до скорых встреч новых видеороликах всем пока друзья ну а кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик для оповещения о новых видеороликах